Ну что, посмотрите, какие красивые котлетки. Видно? На вид как мясные. Пахнут. А на вкус? Да, они и пахнут вкусно, и на вкус вкусные. Хозяюшки, прекрасная идея разнообразить свое повседневное меню. Посмотрите. Привет, друзья! С вами Ухты Кухня. Приелась обычная гречневая каша? Сейчас поделюсь интересной идеей. Точно понравится, понадобится каша, лук и сало. Все пропускаю через мелкую сетку. Поехали! Ну что, теперь осталось приправить наш гречневый фарш. Для этого я возьму чесночной пасты. Я позже вам, друзья, покажу, как я ее делаю. Можно заменить просто чесночком или любыми специями. Конечно же, соль по вкусу, черный молотый перчик. Вообще, можно добавить все, что любите. Вкусно совсем. Пойдет фантазии. Да, Сережка. Разбиваю одно яйцо и перемешиваю. Пахнет вкусно. Ну, лучок, сало, вы понимаете, да? Вкусно-вкусно. Вот, сейчас, когда яйцо вмешалось, добавляю одну-две столовые ложки муки. Для начала одну. Буду ориентироваться по консистенции. Я смотрю, мне будет достаточно полторы ложечки. И снова все перемешиваю. Вижу, что мне достаточно. Если у вас консистенция получается такой сухой, не липкой, тогда добавьте еще немножко воды и муки. Вот такой фаршик получился. Клейкий, такой густой. Оставлю буквально на 5 минуточек, чтобы все вкусы и ароматы объединились. Так, ну что, фарш постоял. Сейчас сковородку на огонь. Растительное масло. Пусть нагреется. А я пока буду формовать котлетки. Руки немножко смачиваю в чистой водичке. Беру фарш. Ну, чем не котлетный фарш? Какие, Сережка, кругленькие? Мне прямоугольные больше всего нравятся. Длинненькие. Конечно. Вот такие, как котлетки, да? Настоящие, как литосики. О, выкладываю в разогретое маслице. Посмотрите. Опа. И быстренько продолжаю. Вот так, Сережка, не узнает, с чего котлеты. Ну, ты же тоже сразу не понял. Как вкусно пахнет. Лучок, чесночок. О, обжариваю на среднем огне до красивой румяной корочки. Ну что, посмотрите, какие красивые котлетки. Видно? Красавчики. И скажите, что здесь нет мяса. На вид, как мясные. Пахнут. А на вкус? Да, они и пахнут вкусно. И на вкус вкусные. Хозяюшки. Прекрасная идея разнообразить свое повседневное меню. Посмотрите. Ну, класс. Ставьте лайки, друзья. А я котлеты накрою крышкой. Пусть немножко пропарятся. Все. Достаем. Ой, посмотрите, какие красивые румяные ароматные котлеты. Прекрасно держат форму. Класс. Выкладываю на бумажное полотенечко. Ой, посмотрите, какие красавчики. Хрустящая корочка. Мягенькие в серединке. Ароматные. Это песня, а не котлеты. Класс? Супер. Супер. Согласна с тобой. Ну что, а подавать, друзья, буду, конечно же, с овощами. У меня здесь маринованный перчик. Мне прямо сюда можно будет. Да, ну да, конечно же. О, квашеную капусточку. И, конечно же, котлетку. Сейчас покажу, друзья, какие они в середине. Смотрим. Посмотрите. Ну, чем не котлеты? Вкусные. А с соленьями вообще песня. Ставьте лайки, друзья. Делитесь своими идеями. А мы с Сережкой сейчас будем обедать. Ням-ням. Всем приятного аппетита. Перчик тоже идеально сюда подходит.